В Лондон, на Стреон Хайбери, где через несколько минут на вот это поле, которое сейчас на ваших экранах, выйдут команды. Обладатель Кубка Кубков Английский Арсенал и обладатель Кубка Чемпионов Итальянский Милан. Да, 20-й розыгрыш. И хочу сказать сразу, что счет 10-19 в пользу чемпионов. 22 года назад, 10-9, простите, и счет в пользу чемпионов. Игра не возобновилась по той причине, что один из болельщиков местного клуба, а игра проходила в Гену, в футболках у команды с 83-го года, когда английская ассоциация разрешила, чтобы появлялись надписи. Удар по воротам, Кевин Кэмпбелл атаковал. Йенсен делает передачу, нет положения вне игры. Это Иан Райт, футболист, по поводу которого несколько минут удивили на заседании ассоциации своим землякам, своим соотечественникам из Парми. Фабио Капелло на ваших экранах, очень экспансивный наставник. Вспоминается финал Кубка Чемпионов прошлого сезона, когда Милан выигрывал даже 2-0, 3-0 вел у Барселоны. Но все равно он подбегал к ромке поля и делал замещание. Адамс и Стив Боут должен быть высокий игрок. Нет, это не Боут выпрыгивал, это боролся за мяч Джон Хадсон. Симоне. Удар по воротам. Ну и мы видим, что Дэвид Симон. Ну а вот это уже опасно, вот это уже неприятно для Арсенала. Удар по воротам. Куда же попадает мяч? Мне показалось, что он сначала попал во вратаря, а потом в штангу. Ну, во всяком случае, отворот. Давайте посмотрим, как развивалась еще эта атака. Дэн Савичевич. Нет, я ошибся, мяч никого не коснулся и ушел выше цели. Каких-то отчаянных бросков мы от него не видели. Ну и вот Фабио Капелло. Также. Действительно нельзя сказать, что футболисты катают мяч. И нельзя сказать в то же время, что они так беспокоят вратарей, что тем ничего не остается, как все время вступать в игру. Ну вот, любопытно. Альбертини. И он, Йенсен, все чисто, смотрите. Не только подкатил, выбил мяч, но и сохранил его. И он рает. Когда он с мячом, он опасен двойне. И он рает, идет в подыгрыш. Удар. Ну вот сейчас уже продемонстрировал свое мастерство. Себастьяна Росси. Активность, арсенал, канониры или нет? Хорошая игра. Арсен. Передача. Кому? Куда? Вижу все ту же парочку. Шварц и Йенсен. Швед и датчанин. Шварц. Удар поворотом, но в это время прозвучал свисток, хотя итальянцы и выбили. Повтор главный судья сегодняшнего поединка показал игроку Милана желтую карточку. Вот только кому? Ну, я думаю, что мы узнаем. И вновь Шварц. И вновь удар. Не стесняется Шварц. В одного из игроков, в частности, это был Марко Симоне. Но, во всяком случае, вот видно, что Стефан Шварц не стесняется атаковать с почтительного расстояния чужие ворота. Так и другой команды вы достаточно хорошо знаете. Потому что Милану там часто появляется на наших экранах. Арсенал, возможно, реже. И вот это сейчас удар наносил Лид Диксом. Все знают, предчувствуют, что именно этот игрок станет автором забитого мяча первого, а может быть, победного. Удар по воротам. Мяч в сантиметрах от стойки на этот раз проходит. И он с Элей. Он последним коснулся мяча. Это родные цвета Арсенала. Именно в этих цветах клуб выступает чаще, чем в других. Арсен. Удар. Нет, сошел мяч, сошел. Мяч с ноги. Кемпионом Италии этого сейчас не знает. Во всяком случае, озабоченность есть на его лице. Опасная атака. Удар. Ну что здесь можно сказать? Мне кажется, что это не день Марка Симона. Шварц и Райт в стенке у мяча Димитро Альбертини. Удар по воротам. И, конечно же, Стив Болт, который... Где мяч? Все правильно, потому что этот опытный футболист почувствовал, что сейчас инициатива переходит к Арсеналу. Райт. Удар. В ближний угол направлялся мяч и все-таки заставил этот удар поволноваться Себастьяна Ройси. Ну и что же здесь? Диан Савичевич, Черногорец. Один. Хорошая передача. Вот если бы... Удар! Удар по воротам. И вот мы увидели, что Дэвид Симон, как говорится, тоже не лыком. Ширком кое-что умеет. Посмотрите, как спокойно сыграл. А Савичевичу возможно было сделать передачу на своего партнера чуть пораньше, потому что защитник-то уже накрывал товарища. Ну и удар был. Удар был по воротам хорош. Иоанн Райт на ложном движении обмахивает своего опекуна. Перед ним сразу два игрока обороны. Делает передачу. Хорошая, расчетливая передача. Если бы сейчас не расчетливые действия и не мастерство Франка Борези, капитана Милана. Я думаю, что мяч бы оказался в сетке, потому что замыкал эту передачу Джон Артсон. Такое продолжение. Удар в спину. Хартсон. И в это время звучит финальный свисток. Встреча Арсенал-Милан. Первая встреча в борьбе за 20-й Суперкубок Европы. Закончилась в ничью со счетом 0-0. Теперь все станет ясно, кто же выиграет этот трофей. Либо итальянцы, либо англичане. 8 февраля на стадионе Сан-Сира. Я приглашаю вас посмотреть и ответную встречу. А этот репортаж, напомню, был организован творческим объединением арены российского телевидения. Его вел Олег Желобов. Всего хорошего. До свидания.